МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ сегодня выпуски. Новое расследование. Оперативники Следственного комитета проверяют обстоятельства, при которых ребенок получил травму во время чистки кровли. Генеральную уборку во дворах должны закончить за 10 дней. Все обстоятельства, особенности и способы решения проблем в репортаже Юрия Проскукова. Если баки полные, куда его кидать? Спорткомплекс «Металист» получил заключение Роспотребнадзора. Готовы результаты по двум пробам воздуха. Об этом и многом другом за 15 минут. В Магадане новое расследование. 5 февраля 4-летняя девочка вышла из детской поликлиники на улице Наровчатова. И оказалось у стены дома, которая не была защищена козырьком. В это время чистили кровлю. Предположительно, комп снега попал на ребенка. Коммунальщики эту версию опровергают. И говорят, что малышка подскользнулась и упала. Место происшествия изучили оперативники Следственного комитета. По их словам, территория около здания не была огорожена. Сейчас в Следственном комитете по Магаданской области проводится доследственная процессуальная проверка. В настоящее время в ходе проверочных мероприятий устанавливается, кем именно производились работы по очистке здания, почему не были обеспечены требования безопасности при производстве данного вида работ. По итогам проверки будет принято решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. По словам заведующего хирургическим отделением детской областной больницы Александра Семенова, при осмотре у ребенка не обнаружены признаки серьезных травм. И оснований для госпитализации нет. Ребенка направили домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Здоровью девочки ничего не угрожает. Взаимовыручка в третьем микрорайоне выходит на первый план. Автолюбители помогают друг другу выталкивать машины, объединяют усилия и при очистке дворов от снега. Народ скидывается, и вот трактор уплатим, и он проезжает. Да, бывало. Два года в управляющей компании «Надежда» работает дворником Нина Гончарова. Циклон на минувшей неделе прибавил работы, но связано это с уборкой снега, а на контейнерной площадке проблем не возникало. Лично у меня на участке, у меня на участке вот здесь помойка, вон там набережная 83, промышленный, я там не знаю какой номер, промышленный переулок. Помойки каждый день вывозили. Уже вот так приду, поплачу и уйду. А это уже дворник управляющей компании «Рео-6». Она тоже работает в третьем микрорайоне. Надежда Горюнова и рада бы навести порядок, но коммунальщики не могут подогнать спецтехнику. Мусорные контейнеры переполнены несколько дней. Говорю, говорю, бесполезно. Сегодня представилась возможность поговорить с мэром города. Юрий Гришан отметил, что очистка дворов и вывоз мусора пойдут быстрее. К помощь управляющим компаниям мэрия выделила три самосвала и три погрузчика. Сегодня у нас 6 число, результаты уже какие-то видны. Я думаю, что в течение 10 дней город будет приведен в порядок. И мы не вспомним о том, что у нас было в период с 25 по 3 февраля. На ближайшие три дня в мэрии Магадана составили план уборки дворовых территорий. Он опубликован на сайте magadangorod.ru. В разделе «Мэрия информирует». В графике возможны изменения, но очередность адресов будет сохранена. Спорткомплекс «Металлист» возобновил работу. На полторы недели здание было закрыто из-за едкого запаха краски. Источником стали стройматериалы, которыми выполняли ремонтные работы в кафе цокольного этажа. 25 января преподаватели и тренеры были вынуждены прервать занятия и вывести детей из помещений. В этот же день специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Лабораторные исследования подтвердили наличие вредных веществ. Исследования воздуха показали превышение вредных веществ, таких как пропиловый спирт, формальдегид, изобутиловый спирт, бутилоцетат. По получению результатов мы вызвали директора спорткомплекса для вручения и принятия мер. Некоторые из этих веществ, по оценке специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, вызывают жалобы на раздражение горла и глаз. Отравление снижает физическую выносливость, может вызвать учащенное дыхание, отек легких, нарушение функций центральной нервной системы. Эксперты отмечают, что детей вовремя вывели из помещений. Восемь дней комплекс интенсивно проветривали, затем взяли повторную пробу воздуха. Исследования показали, что превышения нормы нет. На Колыме за год совершено более 70 тысяч правонарушений на дорогах. Это почти на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Больше половины удалось зафиксировать с помощью стационарных камер видеонаблюдения. Такие факты рассказали сегодня на пресс-конференции в областном управлении Министерства внутренних дел. В авариях на колымских дорогах в 2017 году погибло 36 человек. Это рост на 14%. Каждая четвертая авария происходила по вине пьяных или одурманенных водителей. За год почти 900 автовладельцев лишились прав. Для предупреждения аварии на дороге инспекторы большое внимание уделяли знакам и дорожной разметке. Все больше стали использовать двухцветную разметку, которая более заметна. Все практически дорожные знаки у нас на люминесцентном фоне ярком, которые тоже более заметны. Где это возможно, были введены регулируемые пешеходные переходы с так называемой кнопкой принудительного вызова пешеходной фазы. Полицейские отмечают, что за последние два года не было аварий, в которых погибли дети. Хотя дорожных происшествий с участием детей избежать полностью не удалось. 18 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы запустили мобильное приложение, которое поможет справиться со спамом. После установки в настройках необходимо указать сведения о себе, фамилию, имя, отчество, адрес, телефон. Также приложить фото, согласиться на использование персональных данных. Далее приложение всегда будет работать в фоновом режиме и отслеживать все входящие СМС. Если сообщение покажется приложению подозрительным, то оно спросит, не спам ли это. Алгоритм определения подозрительных СМС простой. Отправление с номера, которого нет в телефонной книге, считается подозрительным. Если вы никому не давали разрешения на получение рекламы, соответственно, вам никто не вправе слать никакие рекламные сообщения. В 2018 году в Управление Федеральной антимонопольной службы уже поступило 10 жалоб на рекламные рассылки. Распространителям грозит возбуждение дела об административном правонарушении. В 2018 году коммунальщикам предстоит отремонтировать жилых домов на 12% больше. Это ремонты отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также фасадов и кровель. В прошлом году не удалось выполнить весь объем. Запланированы финансовые вливания на сумму 370 миллионов рублей. Об этом рассказали сегодня специалисты Департамента жилищно-коммунального хозяйства во время публичного отчета за 2017 год. На складах предприятий «Магадан Теплосеть» и «Магаданской ТЭЦ» хранится более 300 тысяч тонн угля. Запаса хватит для завершения сезона. Самым горячим периодом коммунальщики считают запуск отопления. В это время работала горячая линия. Поступило 215 обращений от граждан на отсутствие тепла в квартирах. Все службы реагировали оперативно. Департамент ЖКХ отслеживал исполнение всех заявок. 2 ноября 2017 года Магадан получил паспорт готовности от Северо-Восточного управления Ростехнадзора. Депутаты Магаданской городской думы исправили ошибки прошлого года. Комиссия по вопросам депутатской этики и регламента внесла изменения в генеральный план Магадана, который не учли в декабре. Теперь предложения мэра смогут рассматривать сразу на заседании думы без обсуждения на комиссиях. Это сэкономит время принятия решений. Всего в 2017-м депутаты допустили 15 технических ошибок. Например, а сейчас любой депутат независимости, он или на постоянной комиссии, или на освобожденной, или просто на общественных началах он должен отчитываться за свои доходы и расходы. Доходы депутатов Магаданской городской думы станут известны широкой общественности в апреле. Также они предоставят губернатору сведения об имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. С прошлого года глава региона принимает решения о проверках достоверности и полноты отчетов депутатов и всех муниципальных служащих. Сквер у Северного Сияния по-прежнему лидирует. Стали известны предварительные итоги проекта «Выбери сам». Третью выемку бюллетеней накануне провели сотрудники мэрии. Суть акции в том, чтобы собрать предложения горожан по благоустройству общественных пространств. В списке 30 территорий – скверы, детские площадки, зоны отдыха и прочее. За три недели проголосовали 797 магаданцев. На первое место снова вышел сквер у магазина «Северное Сияние». За него 287 голосов. На второй позиции – мемориальный комплекс «Маска скорби» с результатом 200. И на третьем – сквер «60 лет Магадану». За него отдано 163 голоса. Предложения от магаданцев принимают до 16 февраля в супермаркетах «Мегамаг», а также в магазине «Гастроном». Ежедневно, кроме воскресенья, с 18 до 20.00. Выбранное общественное пространство обновят уже в этом году. В магаданце доверенные лица президента России Владимира Путина рассказали о встрече с главой государства. В Москве «Колыму» представили директор механического завода Мурат Галоев и директор библиотеки имени Пушкина Валентина Ампелогова. По их словам, Владимир Путин дал установку с уважением относиться к участникам выборов, которые пройдут 18 марта. На это нацеливают колымчан в штабе общественной поддержки кандидатам. Следующий момент, на котором он заострил внимание, вся предвыборная кампания должна проходить по деловому, без лишнего шума, скромно. В Магадане также открыты штабы в поддержку других кандидатов. Павла Грудинина от КПРФ и Владимира Жириновского от ЛДПР. Выборы президента России пройдут 18 марта. Мобильный репортер познакомился с дядей Петей. Мужчине 70 лет и свободное время он проводит активно. Например, в январский мороз ходит на лыжах. В минус 15 чувствует себя отлично и даже легко одет. Мне подняли Петя. 70 лет. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова